В настоящий момент надо сказать, что ежедневно порядка 600 наших жителей переходят на цитровое эфирное вещание. Эти данные сделаны исходя из того объема продаваемых приставок, которые можно приобрести в любом почтовом отделении. Эта приставка выглядит вот таким образом. Стоит она 950 рублей. Установлена рекомендуемая цена не дороже 999 рублей, хотя есть приставки, которые стоят и 1300, и 1400 с более расширенным базовым функционалом. Поэтому, во-первых, мы видим и контролируем наличие данных приставок во всех магазинах Республики Татарстан, наличие на складах, наличие в почтовых отделениях связи для того, чтобы, во-первых, не создавать ажиотаж, и, во-вторых, у человека была возможность прийти и приобрести в любом населенном пункте, не только в райцентре, данную приставку. Об этом мы тоже поговорим. Я думаю, Эльмира Амировна прокомментирует, потому что государство в лице правительства Республики создало еще программу субсидирования, возможности оказания адресной социальной помощи незащищенным категориям граждан, которые эту приставку могут получить бесплатно. По нашим данным, в Татарстане порядка 118 тысяч домохозяйств на текущую дату, которые смотрят аналоговые телевидения. Цифра ежедневно уменьшается на 600 домохозяйств. Работа началась вплотную относительно недавно. Татарстан находится в четвертой волне перехода на цифровое эфирное вещание. Это последняя волна. Подразумевать, что 14 октября в Татарстане, ну и в целом еще в 22 субъектах Российской Федерации, будет отключен рубильник аналогового цифрового вещания для федеральных каналов. Поэтому те граждане, которые 118 тысяч человек домохозяйства, которые мы должны их проинформировать, где эту приставку купить, каким образом настроить ее бесплатно, вызвать волонтера. Если он этот процесс не осуществит, то 14 октября у нее просто телевизор перестанет показывать. Это вот что касается аналоговой телевидения. Поэтому наша задача, всех нас, в первую очередь, меня как представителя правительственной комиссии, вместе с муниципалитетами информацию довести до жителей. И сделать максимальные усилия для того, чтобы человек заблаговременно озаботился переходом на цифровое эфирное вещание, чтобы 14-15 октября не создавать ажиотаж в магазинах и в поисках приставки и в поисках людей, кто может прийти и настроить телевизор. Значит, у кого в настоящий момент буковка «А» отображается на телевизоре? Кто смотрит через антенну или домашнюю антенну бесплатно, либо через коллективную антенну, которая находится на квартире на жилом доме? Я просто хотел понять такую аудиторию. Два, три, четыре человека. Кто смотрит кабельное телевидение? Наверное, большинство, да. И кто, у кого, может быть, спутник в телевидении, тарелочка, там, Триколор или НТС, один-два человека. Почему я это спрашиваю? Я говорю о том, что, в первую очередь, вы большинство платите за телевизор. Понятно, что те 120-150 рублей, которые вы платите за кабель или за спутник в месяц, дают возможность вам смотреть 150 каналов. Но статистика показывает, что в большинстве случаев люди не смотрят 150 каналов, достаточно тех каналов, которые присутствуют в федеральном мультиплексе. Поэтому, если вы сейчас смотрите кабель и платите за это, у вас есть возможность не платить и смотреть в таком же хорошем качестве 20 федеральных каналов. Для этого нужно, ну, скорее всего, у вас телевизор современный, даже приставку покупать не надо. Для этого либо нужна домашняя антенна, либо есть у вас коллективная приемная антенна на многоквартирном жилом доме, просто подключить свой телевизор. К сожалению, было время, и были времена, когда, наверное, где-то, может быть, даже умышленно коллективная антенна на многоквартирном жилом доме либо уничтожалась, либо срезалась в угоду операторов кабельного телевидения. И на данный момент мы видим, что из 19 тысяч домов многоквартирных в Татарстане, которые имеются, только в 5 360 домах есть коллективная антенна на крыше. Это что дает человеку? Во-первых, дает возможность не иметь, не нагромождать у себя дома домашней антенной. Это раз. Во-вторых, коллективная антенна, которая стоит на крыше, у них прием намного увереннее, потому что дом выше. Мы знаем, что в городской застройке есть теневая засветка, стоит рядом какой-нибудь 16-этажный дом, вы живете в 5-этажном доме. И иногда может получиться так, что живете на первом этаже, и подключив домашнюю антенну, у вас может быть не очень уверенный прием. Поэтому этот вопрос нас тоже очень серьезно беспокоит, и было принято соответствующее решение, позволяющее муниципалитетам эту работу наладить. О чем идет речь? Во-первых, в Татарстане и во всей Российской Федерации есть программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Так вот, принято решение, что в рамках ремонта многоквартирных жилых домов по капитальному ремонту хорошо бы предусмотреть в тех домах, которые подпадают под эту программу, сразу монтаж и установку коллективной антенны на, собственно говоря, дом. Сумма затрат на один дом, если взять базовый четырехподъездный дом, пятиэтажный дом, это порядка 90 тысяч рублей. То есть это средства незначительные, для этого необходимо, чтобы муниципалитеты вместе с гражданами, потому что у нас граждане определяют виды и состав работ на квартирных жилых домах, при проектировании на очередной год предусматривали обязательно включение в состав работ установку коллективной антенны. Поэтому в этом году такое решение принято, и мы надеемся, что в 2020 году цифра 5360 будет максимально увеличена для того, чтобы у людей такая возможность, собственно говоря, присутствовала. Что касается теперь тех моделей телевизоров, которые не имеют внутреннего датчика, то есть моделей телевизоров, которые были выпущены ранее 2012 года. Ну, повторюсь еще раз, у нас порядка 900 почтовых отделений, то есть в каждом райцентре, во всех, даже не так, во всех почтовых отделениях Республики Татарстана имеется возможность приобретения такой приставки. У человека не надо никуда ехать, с своего населенного пункта, если почтовое отделение есть, пожалуйста, приходите, такую приставку приобретайте. Это первое. Ну и второе, у нас есть торговая сеть, в которой тоже приставки реализуются. Вчера мы были в Алексеевском районе, я зашел в магазин, там продают они бытовую технику, телефоны, там тоже приставки продаются, они более современные, стоили 1300 рублей. Она позволяет туда еще подключить сетевой кабель, тем самым ты можешь на телевизор вывести YouTube, другие сервисы электронные. Поэтому разбег приставок, он в зависимости от функционала, и это уже на выбор как бы человек. Но базовый функционал, еще раз повторюсь, не дороже, 950 рублей в Татарстане можно приобрести.